Война между Францией и Россией Однако Наполеон не хотел воевать против Александра I в одиночку. Он надеялся, что к нему примкнут старинные враги русских, турки и персы, а также Австрия, Пруссия и Швеция. В случае успеха этого грандиозного плана против Александра I складывалась мощная коалиция. Это была настоящая дипломатическая дуэль Франции и России за будущих союзников. Первой была Австрия. Русским дипломатам удалось раздобыть копию договора об участии Австрии в войне на стороне Наполеона. Вскоре российский канцлер Николай Румянцев пригласил к себе в кабинет австрийского посла. Тот всячески отрицал наличие военного союза с Францией. Тогда в разговор неожиданно вступил сам Александр I, до этого скрывавшийся за портьерой. Он показал ошарашенному послу копию договора и предложил прекратить комедию. Следующей неудачей Наполеона стала Турция. Император сулил туркам золотые горы за участие в войне против России. Но те припомнили ему египетский поход, где по его приказу были расстреляны 4000 турецких пленных. Последнюю ставку в дипломатической борьбе Франция сделала на Швецию. Шведы, подобно туркам, почти весь XVIII век воевали с Россией. Дополнительную уверенность Наполеону придавал личный фактор. На шведском престоле воцарился его маршал Жан Бернадот, который к тому же приходился Наполеону еще и родственником. Однако в феврале 1812 года Бернадот сообщил в Петербург о готовности заключить с Россией антинаполеоновский союз, лишь бы царь согласился на присоединение Норвегии к Швеции. Александр I ответил согласен. Таким образом, Бернадот окончательно похоронил мечты Наполеона о грандиозной коалиции. И все же Наполеон привел в Россию не только французов. Больше половины его великой армии была очень пестрой. Поляки, итальянцы, датчане, швейцарцы, венгры, голландцы и даже испанцы. Кого там только не было. Не случайно в России для обозначения войны 1812 года даже в официальных документах употреблялось выражение «нашествие двунадесяти языков». Продолжение следует...